Паркетинг-план у нас с вами будет очень важный вебинар и очень зря будет, если кто-то его не посмотрит или пропустит. Все, Анна, демонстрация экрана видно? Да, все видно, все хорошо, тебя не видно. Сейчас прогрузится все. Сейчас должно быть видно. Сегодня мы с вами поговорим о бонусах директорских статусов, какие они есть и какие постоянные, какие единоразовые, по сути, они есть единоразовые и которые на постоянной основе. То есть, какие бывают бонусы директорских статусов, бонус быстрый старт, бонус стабильности, бонус развития, бонус материнства и усыновления и квалификационные бонусы. Давайте их на каждых смотрим поподробнее. Самый первый слайд будет, по сути, вернее, второй, будет самый подробный и самый долгий. То есть, здесь буду вам объяснять, что к чему, то есть, какие вопросы задают лидеры, когда сталкиваются с личным расчетом директорских бонусов. То есть, ну, что важно вам понимать, термины маркетинг-плана, вот это важно тоже. Некоторые из них вам будут понятны, некоторые, как показала практика, бывают непонятны. То есть, личный объем. То есть, это личные заказы. Это не заказы группы, а именно личный объем. Как вы знаете, то есть, объем для получения выплат 50 баллов. Но есть, уже после директорского маркетинга, для получения некоторых бонусов нужно делать 100 баллов. Но это уже с момента подтверждения некоторых званий. Далее. Личная группа. Что такое личная группа? Здесь бы сказали, что не снято. Это новиночка у нас, тоже у нас выйдет видео по, как раз, этой коллекции, которая у нас висит. Поэтому, как бы, Аня подсказала мне. Смотрите, личная группа, что, личная группа, это все ветки, и ваша первая линия, и ветки, которые вы начали вести. Все считается личной группой, кроме 23-процентных веток. Они уже... Огромная просьба от аудитории отключить телеграм, потому что он слишком громко брякает и оглушает твои слова. Телеграм громче тебя и заглушает твой звук. Ну, из-за от девочек в чате. Я понял. Только как... Если я отключу телеграм, как я буду болтать? Струйте уведомления. Вот все, давай. Наверное, так лучше. Так. Сейчас я... А, еще вайбер выключу. Так. Сказать тоже будете. Ну, все. Далее продолжаем. Личная группа, это те ветки, которые не директорские. То есть, это вот важно вам понять. Для того, чтобы вам понимать, при перерасчете директорских бонусов, как у вас будет начисляться. Начисляться, да. Групповой объем, это объем всей структуры вместе с вашими личными ветками, которые вы еще ведете, не директорскими. И директорские ветки. И правило 60%. Это уже вам больше будет нужно, когда вы уже выйдете в уровне, как минимум, серебряного директора. И у вас товарооборот будет более 20 тысяч баллов. И такое может быть на уровне серебряного директора, когда у вас две ветки могут быть сильные. То есть, для них у вас будет повышенное увеличение ваших директорских бонусов. Вот как раз о них мы сейчас с вами, в принципе, и поговорим. Возьмем такую табличку. Многие как бы ее видят. Это вот изменение как раз с октября, где-то с сентября месяца. Как раз она увеличилась. И здесь еще есть бонусы, да, дополнительные. Бонус пятого уровня, минимальный бонус. То есть, как ее вообще понять, эту табличку. Нужно сначала разобраться в том, без дополнительных бонусов, как это все происходит. Смотрите, объясню. Я чертить здесь ничего не буду. Я думаю, мышка видна, да? Да, мышка видна. Вот здесь написано количество доски трехпроцентных групп. То есть, почему это так важно? Чтобы вы понимали, с какой глубины, с какого уровня директоров вы будете получать директорские бонусы. То есть, если здесь ноль, потому что у вас нет директоров, поэтому 3000 баллов, требуемый минимальный ОЛГ для получения директорских бонусов. Но здесь у вас нет еще примеров, но здесь нет у вас директоров. Но когда только у вас открывается один директор, вам нужно делать от этой ветки. Ну, как многие говорят, отрыв по маркетингу плану, это указано как необходимый ОЛГ для получения директорских бонусов. То есть, его нужно делать 2000 баллов. И здесь, вот смотрите, что очень важно, каждое вот здесь звание, которое написано, это увеличение глубины директоров. То есть, если старший директор берет только с одной линии директоров, получает 5% бонус, вот он написан, да, то уже серебряный директор, у него два директора в первой линии, 1500 баллов ОЛГ, я говорю, это те ветки, в которых не входят директорские ветки, объем продаж. И этот уже директор берет процент не только со своего директора 5%, но и 1%, но это не по увеличенному маркетингу, я имею в виду, 1% с уровня, когда у вас появляется, например, под вашим директором еще директор, или там 2-3, в зависимости от активности вашего директора. То есть, он может быть золотым стать, а вы просто старшим. То есть, если вы старшим выйдете, вы будете только получать 5% с товарооборота его личной группы. То есть, и здесь очень важно понимать. Вот здесь вот подписано, для получения полного объема ОЛГ должно быть 3000 баллов и более. Что это значит? Смотрите, вот давайте коснемся этой темы. То есть, смотрите, ваш вышестоящий директор для получения бонуса должен получать 5% с 3000 баллов. Вот как в этом случае, да. Если же объем вашей личной группы менее 300 тысяч баллов, вы, не вернее, не вы, а по системе, те баллов, которых не хватает до 3000 баллов, вы компенсируете уже со своих директоров. С того работа своих директоров. Давайте посмотрим, как это выглядит. Немножечко порисуем. Вот, например, вы. Это вот, к примеру, то есть, вот это ваша ветка, которая, к примеру, так, давайте возьмем ровненько 2000 баллов. Это веточка 3000 баллов. Это я вам, к примеру, показываю. То есть, здесь может варьироваться, потому что, сами понимаете, ровно 3000 баллов это, как бы, не всегда так вот ровно. Иногда бы было 5000 баллов. Ну, я приведу пример, то есть, это ОЛГ, то есть, ваш директор, вышестоящий, должен получать 5% с 3000 баллов. Что здесь получается? У вас не хватает 1000 баллов ОЛГ для того, чтобы компенсировать, и это компенсируется с ваших директоров. То есть, вы, уже с этого директора у вас будет компенсация. Как это выглядит, вы получите 5% со своей директора не с 3000 баллов, а с 2000 баллов. И уже поэтому вы можете просчитать, сколько вы получите. Но всегда запомните одно. Если вы хотите дальше идти по маркетингу плану, 2000 баллов это, ну, как вам сказать, это крайний такой метод, минимальный, да. Нужно всегда уже рассматривать, если вы хотите стать бриллиантовым элитным директором, на этом уровне уже должно быть как минимум 2-3 ветки, которые вы ведете. Во-первых, это увеличит вашу зарплату из-за того, что маркетинговая разница больше идет. И, соответственно, здесь должно быть 3000 баллов. Давайте вернемся к слайду. То есть, далее. Вот каждое здесь звание, которое подписано, то есть здесь не даже пропущено, пропущено следующее звание. Вот если до элитного директора все написаны, потому что, почему они здесь указаны? Потому что вот старший директор с первого уровня берет директоров, серебряный с двух уровней директоров, не со второго. То есть, с директора, из директоров вашего директора, золотой же директор уже берет три уровня по глубину. Рубиновый – 4, бриллиантовый – 5, элитный – 6, партнер – 7. То есть, ну, между элитным директором и партнером есть национальный, старший национальный. То есть, вот вы это поймите. То есть, здесь написаны именно те звания, на которых увеличивается количество директоров, с которых вы получаете в глубину. И запомните одно. Бонус всегда рассчитывается по полноценному директору. Именно по полноценному директору, который вот в этих табличках, вот именно, если под ним есть директора, он выполняет условия по необходимому, по требуемому, требуемому, да, блин, извиняюсь, конечно, то есть требуемый ОЛГ. Вот именно, то есть, чтобы, вот почему я вам показывал примеры, почему, как бы, две тысячи баллов и тысячу компенсируете, и также на следующих уровнях. То есть, если, например, к золотому директору идет уже тысяча баллов, то все равно вышестоящий директор по маркетинг-плану должен получить 5% с 3000 баллов. То есть, если она у вас будет больше, то, соответственно, ваш шестоящий будет больше рад тому, что вы активно занялись бизнесом или занимаетесь, и то, что у вас все получается. Что дальше из этой таблички? То есть, это вот минимальное, то есть требуемое ОЛГ, это минимальное условие для получения директорских бонусов вот этих вот. Вот правило 60%, но это уже как раз вот следующий требуемый ГО для получения директорских бонусов. Это уже улучшенный маркетинг, по которому за ваш товарооборот, за выполнение условий компания будет начислять повышенный процент за ваши директорские ветки. То есть, если вот взять, идет это именно с серебряного директора и с товарооборотом, вернее, ошибся, от 10 тысяч баллов, то со второго уровня, это все начинается именно увеличение, не с первого уровня директоров вы можете даже заметить, а именно со второго. То есть, если человек выполняет условия 1000 баллов, если он выполняет условия правила 60%, давайте по правилу 60%. Вернемся, к примеру, ваш товарооборот 10 тысяч баллов. То, вот это у вас две ветки, да, вот серебряный директор, я сейчас, есть еще ветки, то есть давайте возьмем, добавим здесь еще, значит, человек, да. То, эта ветка должна быть не более 6000 баллов, а эти ветки должны быть более 4000 баллов. Для того, чтобы получать по улучшенному маркетингу. То есть, вот эта одна ветка, она не должна превышать объемы, больше 60% от остальных ваших веток. Я думаю, вот это вот понятно, то есть, именно 60%, давайте напишем, 50% минус, то есть, она должна быть, что получать по улучшенному маркетингу. Вернемся к табличке. То есть, здесь уже при этом товарообороте 10 тысяч баллов компания дополнительно увеличивает бонус 1% до полутора. То есть, может кажется, это немного, ну, на начальных этапах это будет немного, но все будет зависеть еще от того, как активно будут работать ваши директора. То есть, суммарно это выше, ну, процентов на 10, на 5. Здесь уже зарплата увеличится, это у серебряного директора. Идет дальше золотой директор. И здесь опять условие идет 20%. Не забываем, на всем улучшенном маркетинге, который показан здесь, то должно выполняться правило 60%. То есть, чтобы одна ветка была не больше 60% от всего товарооборота вашей команды. Включая другие директорские ветки, включая объем вашей личной группы. Вот именно всей структуры. Золотой директор уже получает бонус второго уровня. Получает 2%, а не 1%, как было. И уже с третьего уровня он получает не 0,5, а 0,75. То есть, уже больше. То есть, и с каждым уровнем увеличивается. Просто, чем выше ваш уровень бонус, чем больше, мощнее ваша структура будет, тем лучше. Вот, если так разобраться. Лучше иметь в таких случаях, например, возьмем элитного директора. У него одна ветка, там, к примеру, 59,9. То есть, но там другие веточки, просто директора, там старшие директора. Это хуже получится по улучшенному маркетингу, чем, например, элитный директор. И у него все ветки одинаково мощные. То есть, почему? Потому что этот бонус улучшенный, он платится с директоров уже второго уровня, третьего и последующих не с первого. То есть, вашей заинтересованности по улучшенному маркетингу, чтобы все ваши лидеры, которые приходят, они были не просто директорами, а как минимум серебряными директорами. Вот, поймите, это одно. Минимум. А если они будут элитными и так далее, это еще лучше. Потому что, когда вы будете на партнере и выше, то со второго уровня уже будет не один процент. То есть, сейчас некоторые думают, да это нереально, там, кону, ну вы сделали, не там какие-то индивидуумы. Нет, вы поймите одно, вы просто сами здесь вот себе примите то, что вы тоже этого достойны. Но, кроме того, понимание, нужно начать действовать. И нужно научиться звать бизнес-партнеров. Просто с потребителями, конечно, потребители это тоже товар, дополнительный. Но основной акцент у вас должен быть на бизнес-партнеров, чтобы у ваших бизнес-партнеров получалось как можно больше. Чтобы они не просто были директорами, старшими директорами, а чтобы они драгоценными, элитными. То есть, и это зависит от вас и от вашей команды. То есть, и здесь вы можете даже вот табличку. Есть бонус второго, третьего уровня, есть минимальный. Вы даже можете сравнить, то есть, по всем статьям, насколько увеличиваются директорские бонусы. То есть, минимальный гарантийный бонус, это бонус по старому маркетингу, не улучшенному. То есть, даже если брать седьмой уровень, мы как партнеры его берем. То есть, мы получаем уже в два раза с седьмого поколения наших директоров. И у нас даже их больше, чем семь уровней. Просто мы до этого затягиваемся, но мы практически всю структуру уберем. Далее. Я думаю, здесь понятно. То есть, если непонятно, что-то, в принципе, я могу еще, например, выйти. Ань, давай создадут, наверное, отдельную табличку. То есть, если что-то непонятно, какой-то вопрос, я могу и завтра выйти, что-то договорить. Просто я что-то могу пропустить, чтобы непонятно было. Антон, смотри, сейчас, девочки, у тебя в избранном, в папке в Телеграме есть вопросы. Ты можешь туда заходить и смотреть вопросы. Я сейчас на другом. Я посмотреть его не могу. Сейчас тогда посмотрю. То есть, и здесь вот требуемый ГО должен быть вот такой вот. То есть, на каждом уровне. То есть, если рубиновый директор. Сейчас вот даже не переживайте, если вы рубиновым директором будете, но у вас будет товарооборот меньше 40 тысяч баллов, а, например, он больше 20, то рубиновый директор имеет право на увеличение золотого директора. Вот это вот, понимаете, то есть, не стоит переживать за счет этого. Главное, выполнять условия по 60% и все. То есть, и здесь вот уже смотреть товарооборот вашей команды. То есть, все зависит именно от оборота. На сайте это, в принципе, вы можете посмотреть. Где вы это можете посмотреть? Так, давайте зайдем. Ну, то есть, также листаем вниз, на любую страницу, в принципе, есть раздел партнерства. Далее. План развития. Так, директорские бонусы, доходы, лидеры, вот здесь вот. То есть, это мы на прошлом вебинаре это все показывали. То есть, как я вам показал, то есть, здесь полностью вы можете посмотреть премии по вашей стране. То есть, главное только применить страну. То есть, очень даже удобно, если раньше была ссылка просроченная, или когда переходишь сейчас, все, в принципе, сразу же моментально отображается. Страна, когда вы примените регион. Так, да, не зашло что-то. Там директорские бонусы. Вот, как раз, это табличка, которую мы с вами разбирали. И здесь расписано, вот как раз, если не хватает требуемого ГО. То есть, вы можете, как раз, по этой программе посмотреть, почитать. Бонусы здесь отдельно, вот, серебряного директора расписаны. Все, в принципе, внимательно. То есть, и здесь как раз написано, если ГО менее 20 тысяч баллов, то также можете получить гарректированный бонус первого не 5% серебряного директора. То есть, полтора процента. Вот, возьмем, я сейчас посмотрел, это золотой директор. Да, перейдем в табличку. То есть, золотой директор, но у него нету 2 тысяч баллов. Но со второго уровня получает тогда по полутора процента. То есть, в любом случае, увеличение будет. Если нет товарооборота, нужно для полного получения увеличения бонуса. Так, давайте далее. Квалификационные бонусы. Как я в самом начале говорил, есть бонусы, которые... Антон, прошу прощения, есть один вопрос. Можно запитаю? Да-да-да. Сейчас, секундочку. Так, смотри. Серебряный директор, 60% правила. Более 4 тысячи баллов. Это на две ветки или не только? Так, повтори вопрос. Серебряный директор, двоеточие, 60% правила. Более 4 тысячи баллов. Это на две ветки или не только? Не только. То есть, это вот 60%. То есть, поймите одно. Ваша одна ветка, самая большая, не должна превышать 60% от общего вашего товарооборота. Вашей команды. То есть, в вашу команду входит полностью вся ваша структура. И ОЛГ, и другие директорские ветки. Я думаю, так понятно. То есть, именно смотрим одну ветку, самую большую, и она не должна превышать 60% от вашего товарооборота. Много кто написал, что хочет послушать еще, потому что им непонятно. Да. Вот как раз по улучшенному маркетингу идет непонимание, почему. Потому что вот здесь, в принципе, в табличке все написано. То есть, сколько должен товарооборота от какого? До какого, в принципе, без разницы. Золотой директор от 20%. Рубиновый директор от 40 тысяч баллов. Бриллиантовый от 60 тысяч баллов. Вот именно. Но каждый директор, даже если он бриллиантовый, но нет 60 тысяч баллов, он всегда может получить, например, но у него больше 40 тысяч баллов. Он будет получать рубиновый бонус, увеличение. Вот здесь вот если разобраться, почему идет минимальный гарантийный бонус только второго уровня. Первый 5%, он не меняется. То есть, поэтому показан бонус первого уровня везде 5%. Под каждым из вас. Можно я по девочке объясню по понятному? Смотрите, девчонки. В общем, кому непонятен маркетинг план, не мучайтесь. Не вникайте, если уж совсем непонятно. Это не столь суть важно, как важно понимать, что вы должны просто строить одинаково, параллельно растущие по баллам ветки. Если вы будете, допустим, золотым директором, и у вас, допустим, будет 3 ветки, там, допустим, не знаю, по 3, по 5, по 10 тысяч баллов, у вас все нормально. Если у вас одна ветка будет 10 тысяч баллов, а другие ветки будут по 3 тысячи баллов, там уже начинается перекос, и вы можете остаться без 60%, вот без этой акции, без увеличенного бонуса. Смотрите, чтобы у вас одна веточка не была больше другой. Обращайте внимание на то, с кем работать, когда вы выйдете в статус директора. Вот мы за год сделали статус рубинового директора, и, конечно же, первая ветка, которую мы открыли, она у нас была намного больше, чем ветки остальные, да. В первой ветке уже было несколько директоров, а третья ветка, ну, четвертая и третья ветка, там были один-два директора в этой веточке. И так получалось, что там 3-4 тысячи баллов в последней ветке, а в первой ветке там уже могло быть и 80 тысяч баллов, да. Ну, это огромная сумма, но это перекос уже получался, да. И тогда вот этот вот увеличенный директорский бонус мы, к сожалению, не смогли бы получать. Вот, но когда эту акцию ввели, ничего не убрали, ничего не забрали. То есть вы можете его получать, можете его не получать. То есть самое главное следите, чтобы у вас всегда все было одинаково параллельно растущим. И до директорский маркетинг план, и после директорский маркетинг план, чтобы нигде не было никаких таких вот суперских явных перекосов. И все. Вот если вы это будете соблюдать, то даже если вы вообще-вообще нисколько не будете уметь считать, у вас всегда все будет хорошо, и вы соберете все бонусы и акции. Вот смотрите, по поводу того, что Аня сказала, то есть это директорские бонусы, то есть есть гарантированный бонус, вот есть минимальный гарантированный бонус второго уровня. То есть ниже вот этого процента вы не будете получать. То есть даже если у вас одна ветка выстрелит на 60, на 70, на 80 процентов от товарооборота вашей структуры, вы все равно будете получать со второго уровня 1 процент, с третьего уровня 0,5 процентов, с четвертого уровня 0,25 тысяч, 250 тысячных и так далее. То есть вот минимальный гарантированный бонус уровней, он всегда будет. То есть если у вас в этой ветке будут директора в этом уровне. То есть просто увеличением вот идет вот именно бонус второго уровня, бонус третьего уровня, бонус четвертого уровня. А вот то, что минимальный гарантированный бонус, он всегда будет. Будет у вас перекос по ветке, если не будете выполнять, вы будете просто получать стандартный бонус, который был до улучшенного маркетинга. Далее пойдем. Квалификационные бонусы. Это у нас единоразовая премия за закрытие звания. То есть что такое закрытие звания? Это когда Лидия выходит на директора и 8 каталогов из 19 находятся на уровне звания директора. То есть он может быть и на уровне старших директора уже. А может за каталог, я отрицал уже, за один каталог с директора на британтового директора. Такое тоже возможно. То все вот эти вот премии, они суммируются. То есть главное, когда вы открыли, если вы, например, сначала открыли директора на следующий каталог старшего директора, то, например, 8 каталогов прошло, вы закрыли директора, и на следующий вам уже сразу же получаете здесь, а на следующий уже 27 500. То есть они никуда не деваются, не бойтесь расти быстро. То есть все премии, которые здесь вот написаны, 55, 27 500, 110, 165. Ну это валюта страна, вы можете посмотреть. Они все суммируются. То есть даже если вы открыли директора, а потом сразу же золотого директора, то все премии вот эти вот, они суммируются и выплатятся же в один же каталог, когда вы закроете звание золотого директора. 8 из 19 должно быть подтверждено. Всегда нацеливайтесь на то, чтобы не сначала закрыть, а потом расти по званиям. А наоборот, вы открыли звание, о, мне надо следующее открывать. Через пару каталогов я открываю следующее. Вот так вот нужно думать. В компании все выплатят, все премии, которые здесь написаны и далее. То есть я не все, я до литного директора написал премии, но самая верхушка это 55 миллионов. То есть есть куда стремиться. Это вам к примеру. И почему здесь написано звездочка, и почему премия за старшего директора меньше, чем за директора. Объясню. Потому что в нашей компании старшим директором можно стать в двух случаях, не имея директорской структуры еще. Если у вас товарооборот вашей структуры, и у вас нету директоров, но у вас за товарооборот 5000 баллов. Поэтому как бы есть условия для того, чтобы, например, если у вас есть директор, чтобы получить эту премию, вам нужно 2000 баллов ОЛГ. То есть директор и 2000 баллов ОЛГ. Далее. В принципе, вот все бонусы здесь расписаны. То есть я все на сайте сидел и прописывал. То есть в России-то, конечно, знаю. В некоторых странах тоже знаю. Ну, например, в Киргизии я не особо знал. Молодого я не особо знал, сколько получаю. Теперь знаю. То есть это все можно на сайте, вот как я и говорил. То есть когда вы проходите, здесь меняете просто регион на Беларусь, к примеру, выбрать и перестраиваться. То есть если вы заходите, у вас появится лидер с другой стороны, и вы не знаете, например, как посмотреть бонусы, как ему рассказать. Вы всегда можете зайти и посмотреть максимально быстро. Здесь уже все будет в белорусских рублях. То есть если вы будете, например, бонус стабильности, вот он прописан уже в белорусских рублях. И так с любым регионом, который вы захотите посмотреть. Далее. Бонус быстрый старт. Табличка не изменилась. Но здесь условие одно. И почему я еще до элитного директора приписал? То есть можно получить бонус быстрый старт до элитного директора. То есть если национально вы откроете, не получите. То есть условия до элитного директора. Можно получать удвоенные квалификационные бонусы. То есть вот то, что табличку квалификационные бонусы, они удваиваются. Но при одном условии, вернее пару условий, это если вы за 9 каталогов с момента регистрации два раза, запомните, два раза находитесь на уровне хотя бы директора и за год второго условия закрываете директор с момента регистрации. Запомните, все эти отчеты по бонусу с быстрый старт идут именно с момента регистрации. То есть, если у вас, например, человек с опытом в сетевом бизнесе придет и он под конец каталога регистрируется, пытается зарегистрироваться, то лучше с ним обсудить быстрый старт. То есть, если он, например, готов активно строить бизнес, у нас есть некоторые лидеры, которые пришли, захотели зарегистрироваться там за пару дней, за один день до окончания каталога. Мы все рассказали, они отложили регистрацию и получили бонус быстрый старт. То есть, как раз в притык они это сделали. Поэтому, как бы, делаю акцент. Если всегда спрашиваете человека, есть ли у него опыт работы в сетевом, чтобы понять и объяснить за программу быстрый старт. Потому что именно с каталогом регистрации считается, идет отсчет. То есть, в течение девяти каталогов вы должны два раза быть на уровне директора и за год подтвердить это звание с момента регистрации. Далее. Бонус стабильности. Вот как раз я говорю, вы пока можете посмотреть табличку, где сколько это в валютах именно тех стран, основных стран, с которыми у нас есть в команде. То есть, есть и другие. Это также можно посмотреть, как я вам показал, в какой стране, например, я не указал. Можно в Грузии посмотреть, можно в Армении посмотреть, сколько там будет и человеку сказать. Вот уже с этого бонуса идет условие, какие у него до получения. Это закрытое звание директор. Вернее, от закрытого звания директор. И вы не должны падать с этого звания. Вообще с закрепленного звания. То есть, если вы, например, подтверждаете, 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 например, на шестой каталог, после подтвержденного звания директора вы падаете, там, например, у вас 3 900 баллов. То отчет идет заново, когда вы выходите обратно на директора. И опять 8 каталогов у вас идет отчет именно того бонуса стабильности. И это именно с закрытого звания директор. Не просто с открытого, а именно с закрытого. Закрыли и условия 100 баллов личного объема. Вот здесь вот, важно понимать, 100 баллов личного объема и созвание закрытого директора. Вот мы получаем это 22 тысячи раз в 8 каталогов. Даже получается, не то, что 2 раза в год у нас 19 каталогов, а получается раз в 8 каталогов система нам рассчитывает и выплачивает бонус стабильности. Вот таких цифр. То есть, если вы, например, подтвердили друг за другом серебряного, золотого и рубинового директора, то там система вам рассчитает, как вы должны получить, уже с увеличением. То есть, здесь нам стоит пережать. Просто у нас тоже такая тема, когда мы золотого, серебряного и рубинового, вот мы серебряного и золотого директора открыли в один каталог, на следующий открыли рубинового директора, то нам система уже пересчитывала, пересчитывала, как раз мы, когда мы закрыли звание уже рубинового. Вот это вот важно понимать. 100 баллов личного объема и с закрытого звания директора это выплачивается. Также с закрытого станет звание старший директор и так далее. То есть, вот такие суммы получают по бонусу стабильности. Далее. Идет бонус материнского усыновления. То есть, я здесь чуть-чуть заметил, то есть, я переделываю его. Это положено на бонус всем, кто, когда у него родится ребенок, или человек решил принять решение усыновить, такое бывает, ребенка, то компания выплачивает бонус материнства и усыновления. То есть, здесь я расписал по каталогам. То есть, каждый каталог на протяжении года. Компания вот такие суммы выплачивает. То есть, если первый ребенок в семье полторы тысячи баллов, баллов, рублей. Если второй ребенок в семье три тысячи рублей, это каждый каталог на протяжении года. То есть, можно посчитать, даже если у вас второй ребенок, то 19 умножаем на три тысячи рублей, получается так, 57 тысяч рублей за год. Компания выплачивает по бонусу материнства и усыновления. Далее. Вот один из таких, тоже постоянных, у нас идет бонус раздельки. Я не знаю, что бонус материнства и усыновления платится с уровня 15%, если человек на 15% не менее 8 каталогов подряд был до этого. Да, извиняюсь, забыл по этому. То есть, здесь обязательное условие, да, 8 каталогов быть на уровне не менее 15%. И эти 8 каталогов человек должен быть уже с договором компании, когда ребенок родится. То есть, если уже 8 каталогов, это полгода. То есть, если человек пришел, грубо говоря, за два месяца открыл 15%, заключил договор, то он получит. То есть, те, которые уже пришли и вышли на уровень, но договор менее 8 каталогов не получат. Это обязательное условие компании. То есть, человек должен быть 8 каталогов на контракте с компанией. Вот как раз вот этот бонус, бонус развития, он один из топовых. Почему? Потому что, если вы активный человек, вы приводите в команду активных людей, почему я говорю, что нужно концентрироваться, я всегда говорю, нужно концентрироваться на поиске бизнес-партнеров. Почему? Потому что вот этот бонус вы можете получить как 16 тысяч рублей, так и 2-3 миллиона за один год. То есть, он выплачивается по итогам 13 каталога раз в год. То есть, что он гласит? Это вознаграждение в размере от 30% суммы всех квалификационных бонусов ваших директоров за год. То есть, но не включая бриллиантовые ветки. То есть, если под вами бриллиантовый директор, вот он из этого открылся, он уже за свою команду получает этот бонус. Но, опять же, здесь условия есть. Это 100 баллов личного объема. Я думаю, на бриллианте это вообще, можно сказать, незаметно, потому что зарплата бриллианта очень даже хорошая. Это, во-первых. Далее. И, опять же, здесь закрытое звание бриллиантового директора. От этого отчитывается уже получение бонуса развития. Как считаться, то есть, компания на протяжении года, люди у вас закрывают звание директора. Система за этим смотрит. То есть, если, например, в вашей команде вы высокий статус, да, вы больше, там, бриллианта, у вас команда активно развивается под вами, под вашими директорами, то, например, если у вас директора получили сумму на миллион, то вы получите по этому бонусу 300 тысяч рублей за то, что ваша команда развивается. Как, вот, я и говорил, вот этот бонус такой же хороший, как, вот, мы смотрели дополнительные бонусы. Это для того, чтобы росли не только вы, не только у вас появлялись новые директора в первой линии, не только, чтобы вы росли под по званием, но и ваши директора росли по званию. И вы заинтересованы в том, чтобы чем больше зарабатывают ваши директора, тем вам лучше. Аня, ну, в принципе, все. Вы смотрите еще, дорогие мои, что хочется сказать. Сейчас, на данный момент, мы последний раз получили бонус развития около 400 тысяч рублей. Вот, но это мы с вами поговорим об этом на следующем вебинаре. И также в прошлом году мы получили миллион сто единовременной суммы. И нам пришла выплата два с лишним миллиона рублей. Да, Антон, сколько там, помнишь, сколько было все вместе? Я просто сидела и говорю, боже мой, куда это все дело тратить? У нас тогда, по-моему, миллион восемьсот было. Да, и мы вот купили двухкомнатную квартиру рядышком. По-моему, мы ее в ипотеку взяли и за два месяца выплатили. По-моему, так. Или мы эту... Нет, рядом мы сразу же одной суммой заплатили, и все. А, все одной суммой заплатили, да? Ну, в общем, нам очень помог вот этот бонус. И у нас вместо четырехкомнатной квартиры стала семикомнатная квартира. То есть мы бабушку переселили к ее сыновьям туда поближе. Она была безумно счастлива, безумно рада. И я вообще тоже рада была таким обстоятельством, что и нам, и ей хорошо. Вот, потому что они там еду далеко возили, и как бы мы все это сделали. И вот вы знаете, вот такие возможности, это тоже, конечно, круто и классно. И я вам хочу сказать, мы все бонусы в компании Фаберлик собрали, кроме бонуса Быстрый Старт. Очень много людей жалеет, ой, я не получила бонус Быстрый Старт и так далее. Но вот вы понимаете, иногда качество важнее, чем количество. Что я хочу сказать этим? Иногда мы долго разгоняемся, стараемся делать все качественно, ищем подход, ищем методы рекрутирования. И потом понимаем, ого, у нас пошло, у нашей команды пошло, и так далее, и так далее. И, конечно, бонус Быстрый Старт, тогда он был абсолютно другой. Мы его не взяли по той причине, что открыли старшего директора за полгода. То есть мы бы взяли и обычный Быстрый Старт, и двойной Быстрый Старт, но так получилось, что тогда были другие правила. Сейчас, конечно, правила поменялись, изменились. Еще раз хочу повториться, что я очень счастлива, что компания Фаберлик у нас с вами осталась на рынке, и она процветает, она растет. По поводу повышения цены, они у нас не критично повысились. Я сегодня, вчера на сайте ходила, смотрела, я счастлива, что все так прям хорошо. И дальше, что еще бы хотелось вам сказать, это то, что в следующий вебинар у нас с вами еще сейчас домашнее задание я вам дам обязательно, чтобы вы у нас могли находить не только покупателей, но и бизнес-партнеров. Это очень важно, находить именно бизнес-партнеров сейчас в наше время. Когда людям нужны деньги, мы должны им предлагать деньги. Когда люди не могут купить, мы им должны предлагать деньги. Это надо сейчас просто в мозгах все поменять в мозгах. Поверьте, это очень важно, это очень нужно. Замена ценностей. Сейчас у вас должна произойти то, что если вы раньше хорошо продвигали продукт, то сейчас вам нужно хорошо продвигать возможность зарабатывать. Вот это важно. И, конечно, контент должен быть качественный. Кто не сходил на фотосессию, тому чик-чик по попе. По-другому уже сказать не могу, потому что две недели, я вам говорю-говорю, ну почти две недели. Кто не сходил, тот, конечно, много потеряет. Вот. И следующий у нас с вами вебинар пройдет из нашего личного кабинета с Антоном. И я вам буду показывать, как мы строили, что за это построение мы получали, каким образом. Отпишитесь в чат антикризисного марафона, нужен ли вам такой вебинар, нужен ли вам такой марафон, вебинар, вернее, да, когда я буду показывать через демонстрацию экрана, и прямо вы будете в кабинете видеть, как я строила, какой был товарооборот, сколько за него было выглада, какие премии мы получили, и так далее, и так далее. Мне кажется, что... Как выглядела структура. Да, как выглядит структура, как мы ее строили, как мы справлялись с перекосами, как мы начали сопровождать структуру и команду, что на каком процентном уровне к нам начала приходить какая-то из зрелостей лидерства, да, когда вы ведете людей за собой, когда вы надежный наставник, это говорит о том, что вы сможете расти, работать и развиваться. И вот на каких этапах, что мне пришло, прямо сейчас заходите в антикризисный марафон и пишите, нужен ли вам такой вебинар. Вот. По поводу того, что кто-то что-то не понял, если вам что-то нужно, мы завтра можем провести прямой эфир. Также с Антоном. Антон может провести эфир, но не тут, а на нашем новостном канале, потому что это тем, кто недопонял. Да, уже это тем, кто недопонял. Пожалуйста, тоже пишите. И на канале Фаберлик Онлайн Кононова Анна. У меня ему тоже уже очень много лет этому каналу. Я там выгружаю все свои новости. Там мы можем провести с вами. Вот. Чтобы общему марафону не мешаться. Скоро у нас с вами начнутся технические моменты, продвижение, рекрутирование, реклама. И, конечно, нам очень хотелось, чтобы вы поняли вот эту вещь. Вот именно вот эту вещь, которая сейчас самая-самая главная. Вы должны понимать, сколько и за что платит компания Фаберлик и как строить так, чтобы не настроить себе же самой в минус. Чтобы у вас все было в плюс, чтобы вы были в изобилии, а не ругались из-за того, что у вас где-то что-то недоплачено. Итак, домашнее задание. Так, домашнее задание. Так, Антон, камеру не отключай, отключи свою демонстрацию экрана. Я сейчас скажу. Я сейчас скажу. Так. Так. Анна транслирует экран. Вы закройте всех участников, для всех участников свой экран. Продолжить. Так. Так. Домашнее задание будет очень интересным. Да, интересным. Почему? Потому что мне очень сильно хочется, чтобы вы были вне конкуренции. А вне конкуренции можно быть только каким образом. Это я сегодня у меня спрашиваю, какой у меня лак на ногтях в обзоре. Я высылала. Смотрите. Заходим в личный кабинет. Вот. Мой личный кабинет. Кононова Анна Анатольевна. Заходим в личный кабинет. Заходим в раздел в наш любимый партнерство. Да. И тут у нас с вами правила сотрудничества и план развития. Заходим в план развития. И по каждому, по каждому вы должны написать пост. То есть у вас будет термины маркетинг плана не нужны. Но у вас должны быть доходы лидера, директорские бонусы, бонус стабильности, бонус развития, бонус материнства и усыновления. Вот. И потом, значит, акции и программы напишите также мне про быстрый старт. Обязательно. Красиво от себя. Кто не может писать, я вас приглашаю всех в чат. Пишем посты, как обычно. Пишем посты, да. Тут директора проекта дают вам идеи. Дают вам идеи и сплотились вместе для того, чтобы у вас было хорошо. Все хорошо, все здорово. Самое главное, еще раз хочу повториться, с заботой только о вас, нам не жалко, нам не жалко. Но так как ваш рост это наш рост, если вы растете, то и растем вместе с нами. И вы растете, и мы вместе с вами растем. Если вы не растете, мы тоже не растем. И мы напрямую заинтересованы в том, чтобы у вас был рост. И ВКонтакте, и, в принципе, во всех разных соцсетях это все по-разному называется. Например, ВКонтакте правила немезиты. Ну, или плагиат. И когда вы копируете текст, любой текст, да, вот сейчас Катюша Микса, да, тут написала, видоизменяйте что-то в начале, видоизменяйте что-то в конце. И, может быть, конец переставить в начало или еще как-то. Но сами, для себя любимых, старайтесь видоизменять посты. Не будете их видоизменять, у вас пойдет страничка вниз. И не забывайте, что у нас с вами есть чат раскрутки. Чат раскрутки проектов Оберлик Онлайн. Тут есть правила. И не забывайте про то, чтобы вас видели в ленте, вас видели в реках, в рекомендованных. Очень важно, очень нужно раскручивать свои странички. Посмотрите, сколько тут участников. 1527 человек. 1527 человек. И, конечно, сейчас на данный момент не прозевайте вот это все. Потому что проект Оберлик Онлайн делает для вас очень много. Да, то есть так, быстрый старт, скорее всего, тут у нас, да, лайк. Вот, бонус, быстрый старт, пожалуйста. Вот, все тут вы можете найти, все вы тут можете посмотреть. И мой вам совет, пишите, не просто копируйте и вставляйте, а напишите от души. Пожалуйста, не надо выставлять картинки. Выставляйте свои посты, свои картинки. Пишите от души, пишите об возможностях. Подумайте, как вы можете решить проблему человека. Подумайте, какие вокруг вас люди, кто на вас подписан. Самая главная боль это деньги. Дерзайте хотя бы через деньги. Понимаете? когда я написала пост, что ну просто, знаете, были такие откровения, когда у Викузки поднялась температура, это было очень-очень давно, мы ходили в микрозайм, чтобы заняться под бешеные проценты, чтобы выкупить лекарства. И вот я про эту историю написала и рассказала людям, как я изменила свою ситуацию буквально за полгода. За полгода мы вышли на статус старшего директора и за полгода, и за полгода. Вот давайте я вам сейчас прям покажу отчеты, чтобы все не было голословно. Я вышла на зарплату около 54 тысяч, по-моему, рублей. И, конечно, когда вот такой контраст и вы вот это все показываете и преподносите, то получается очень-очень здорово. Так, слушай, куда делся счет? А вот, господи, на нем и держу, да? Сейчас мы с вами нажмем, я вам увеличу, и вы увидите. И вот, знаете, таких вот историй, через истории расти, это прям шикарно. Подумайте, подумайте и напишите, напишите как можно больше, рассказывайте от души, рассказывайте от души, от сердца. Ну, еще, конечно, очень хочется вам дать совет, важный совет и нужный совет для развития для вас, ездите на форумы, обязательно пишите, лезьте на форумы, пишите своим руководителям ДП и спрашивайте, будет ли на вашей территории какой-либо форум, что вы хотите в нем поучаствовать. Вот смотрите, да, дата регистрации у нас, 16 каталог, 2014 год и получается у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. За девять каталогов, ну, вот тут неделя была, можно сказать, за восемь каталогов у нас открылся директор и вот зарплата уже была 31 тысяча, да, а 54 тысячи я не знаю, откуда я взяла, что-то я перепутала, да, то есть вот в 36, 34, 37, пожалуйста, смотрите, да, 45, 50, 56, вот, да, ну, и вот он, да, то есть каталог каждые три недели действует, то есть у нас получается мы вышли, так, если год, если вот эту, вот эту неделю не брать, ну, не неделю, там шесть дней, то получается 18 было каталогов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, то есть, вот, за 18 каталогов за каждые три недели мы вышли на доход 42 тысячи рублей, как вы видите, ну, было 56, было 45, ну, по-разному было, да, ну, вот последняя сумма 42 тысячи рублей, и вот эти, а что? 42 тысячи, это уже баллы ЛГЭ, и уже директорские бонусы пошли, да, 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 вот почему, вот почему, ребят, прошу прощения, да, 95 тысяч рублей, вот мы, видите, вышли, ну, тут есть 100, есть 80, ну, как попало, да, вот она, вот эта вот сумма, 95 тысяч рублей, вот представляете, когда год назад ты ничего вообще не получал, ты ходил в микрозаймы, ты не знал, на что надеть ребенка, вдруг ты получаешь 95 тысяч каждые три недели, это шикарно, и смотрите, у нас доход не падал вообще, он вообще не падал, премии и бонусы, тут мы не берем, да, берем вот 100 тысяч, 123, 138, 156, 184, 174, да, тут 500 тысяч, это уже бонусы, то есть всего, вот, да, вот сейчас при вас, вот эта вот дорожка с выплатами, она увеличивается, прям увеличивается, увеличивается, да, вот вы видите сами, и когда такое происходит, то, конечно, хочется, чтобы каждый участник проекта Фаберлик Онлайн уже начал действительно расти, работать и зарабатывать, и вот следующий вебинар будет уже про наш путь, про нас, про нас, как про людей, которые без опыта в сетевом, абсолютно без опыта в сетевом, начали с нуля, я думаю, это будет очень важно, поэтому пишите, я решила, что такой вебинар будет полезен всем, всем до единого. Все, заканчиваю, домашнее задание для вас будет сложным, почему сложным, потому что мне всегда было вначале очень сложно писать посты, но когда я их все-таки научилась писать, девочки, я вам клянусь, люди начали приходить абсолютно другие, и мне хочется, чтобы вам было хорошо, в первую очередь, это забота о вас, поэтому прежде, чем взять пост с чатой директоров, 10 раз подумайте, а может быть у вас получится у самих писать, а если уж не получится, то тогда берите советы директоров, посты. Все, всем пока. Ну все, тогда заканчиваем. Ну все, давайте, всем пока-пока. На сегодня, если что-то непонятно будет, завтра могу еще дополнительно опекарствовать директорским бонусом, потому что, ну я сам, если честно, долго сидел над этой табличкой, и, можно сказать, ее мучил понимание, что к чему, и сколько будем получать. как бы. Ну все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok